всем привет сегодняшнее видео я хочу посвятить орхидеям их у меня не так уж и много всего лишь семь штук и сегодня как раз удачный день для пересадок например вот это вот орхидейка сидит у меня с зимы покупном мхе и маленьком горшочки вот этом полиэтиленовым в котором они поставляются это азиаточка сога лоуренс сейчас вам ставлю фотографию отлично растет наращивает корешочки я этому очень очень рада это скажем так моя удачная покупка потому что есть еще и неудачный в самом самом начале моего орхо опыта мы сейчас до этого дойдем я вам все расскажу ну чтобы учились на моих ошибках потому что ну потому что я по незнанию и неопытности хотела как лучше получилось как всегда а вот это уже очень очень удачный такой вариант орхидейка нарастила много корней и ей просто пора на расширение жилплощади а вот это орхидейка закончила свое цветение у нее очень очень красивые рыжие цветочки и я ее называла серфсонг но мне тут поправляют что это может быть и не серфсонг потому что очень очень она рыженькая и я вам оставлю под видео ссылочку на крупное фото ее цветка если поможете мне определить ее сортность я буду очень благодарна ну а пока пока название точно мне непонятно ну буду называть ее моя рыженькая потому что цветочки у нее очень насыщенного такого оранжевого красивого цвета прям красотка на меня покорила от самого входа в магазин на данный момент она не цветет и самое время пересадить у нее тоже отличные корни они тронулись в рост все все раскуклились везде куда ни глянь растущие кончики самое время пересаживать и знаете я хочу вам сказать признаться что я очень волнуюсь потому что в прошлый раз мои пересадочки орхидей прошли не очень удачно орхидейки были азиатские и в общем скинули они корни я знаю в чем моя ошибка я вам про них все все расскажу никаких секретов но теперь я уже волнуюсь и так что же я приготовила для пересадки уголь уголь пойдет у меня на самый нижний слой в емкости дальше вот такая смесь здесь мох керамзит кусочки коры и мелкий уголь буду выборочно отсюда что-то брать и закладывать в грунт ну и на всякий случай пакетик керамзита я все-таки хочу керамзита положить побольше у меня орхидеи в керамзите очень хорошо растут и в частности орхидеи которые на реанимации наращивают корешочки и выглядит очень очень хорошо мы сейчас с вами тоже до них дойдем это те орхидейки если может быть кто-то помнит который я приобретала зимой и мне их в общем продали по цене горшков которых они сидят вот так вот орхидейки так в придачу но с ними все хорошо они живут развиваются в общем у меня получилось их вернуть то есть маленький опыт который я набрала зимы уже позволил мне заниматься реанимации орхидеек но все равно страх перед пересадкой у меня никуда не уходит в общем наверное начнем мы с самой маленькой я взяла для нее вот такую емкость но как по мне так это просто мизер для прибавки объема и поэтому емкость это я считаю не подходит у нее очень хорошо растут корни смысла вот в этой кружечке просто не вижу поэтому я возьму вот такую емкость это литр но мы не весь литр задействуем то есть мы ее разместим вот примерно вот так вот и буду насыпать я не полностью так а начнем мы с чего на дно пойдет у нас уголь 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 немножечко так керамзит ходится крупный керамзит затем еще керамзит мои кстати реанимашечки вот точно на таком же грунте сидят и кажется очень этим довольны это мог мог повыше пойдет уголь пойдет так вот видите я тут не смесь намесила она мне в тот раз очень даже не пошла для наращивания корня азиат ком она не пошла вот а теперь я буду здесь детально выбирать то что мне нужно и теперь будет очень очень нежная пересадка для начала я сниму вот этот стаканчик я его просто разрежу потому что потому что корни орхидеки мне дороже чем этот стаканчик очень очень аккуратненько сейчас его снимем я даже боюсь отрывать ну нет вроде корни не держится за него сильно снимается легко нет они не приклеились хотя вот керамзиту как прилипают прям не расстанутся с керамзитом а к этому стаканчику видимо они не могут приклеиться полиэтилен все-таки я тут без вас аккуратно аккуратно разрезала потому что вот тут вниз совсем было ножницами не подлезть и я тут прям с ювелирной ювелирными миллиметрами продвигаясь разрезала этот стаканчик вот знаете что я хочу сказать этот мох на ощупь влажный хотя корни достаточно светленькие и я их такими светленькими уже поливаю вот так вот бывает обманчиво то что мы видим через горшочек очень влажный мох нет я конечно из него воду не отожму но воды он содержит много и корешочки такие светлые я вот сегодня смотрела думала поливать не поливать стоит прямо на у меня солнышко получает на закате то есть я размышляла может быть поливать с такими светлыми корешками смотрите какой светленький а тут оказывается достаточно все влажненько ну и что я буду делать чтобы эта орхидейка не получила стресса как в тот раз я сейчас немножечко распушу этот грунт вот этот мох хочу я все-таки ему придать воздушности но не грамма мха я отсюда не заберу чтобы ее собственная микрофлора не изменилась я не хочу получить результат как в прошлый раз когда у меня орхидейки в шоке от смены условий сбросили корни сейчас сделаю им самую самую лайтовую и нежную пересадку какую только возможно может быть может быть я неправильно рассуждаю если что поправляйте но вот мой маленький опыт мне подсказывает сделать именно так все это мы распушили я вижу что мох он хороший от него избавляться смысла нету то что вода где-то темненько это уголь мох не на грамм не испорченный и собственно теперь мне осталось вот сюда вот подсунуть вот этот вот грунт вот так вот по бокам сейчас аккуратненько распределю 1 готова вот представляете ни одно растение не пересаживаю с таким волнением как орхидеи видимо из прошлого неудачного опыта вот такая получилась у меня посадка керамзит уголь кора мох в общем все что нужно для счастья орхидеи единственное мне теперь не видно корни и мне придется как-то интуитивно ее поливать но меня очень радует что я теперь могу на дне оставлять водичку хоть пол сантиметрика но она будет создавать постоянную влажность в горшочке этот метод я уже отработала мне нравится как это работает и у меня хорошо получается с таким методом ухаживать за орхидеи коми и я надеюсь что я нисколько не создала ей стресса надеюсь что ей все понравится грунт вот такое вот расположение кстати я ее немножко выровняла она у меня почему-то вперед заваливалась видимо вот эти вот отличные корни ее толкали в ту сторону и пользуясь случаем пересадкой я ее выровняла приподняла немножко полью я ее сразу потому что грунт совершенно сухой и вот так вот сейчас как раз эти пол сантиметра я и сделаю на самом дне постепенно это водичка будет пропитывать весь грунт и в общем никаких танцев с бубнами и замачиванием грунта по несколько раз у меня не будет так я не вижу на дне свои пол сантиметра запланированные в общем у меня все просто вот эта водичка будет стоять на дне она поднимается по керамзиту по коре и в общем прекрасно все это увлажняется причем сразу грунт он сухой он еще сразу сейчас выпьет всю воду так что мне кажется перелить ее невозможно в данный момент вот эти пол сантиметра они нигде абсолютно не помешают вот теперь все это сторону мы переходим ко второй орхидейки а тут у нас сейчас будет много мусора потому что я планирую немножко покопаться в корнях все-таки растение взрослое и там должны быть какие-то уже застарелые корешки поэтому сейчас расстелим газетку так это я использовала как поддончик это в сторону горшочек у нас будет другой побольше и как мы с вами будем ее сейчас вытаскивать по моему вполне себе неплохо я слышу как корешочки отстают от горшка то им будет ли у нас сложность как например с сингониумами которые прямо влепляются в горшочке так ну что никак сейчас еще помну вот и пошла где-то вот с этой стороны еще держится сейчас посмотрим что тут у нас чем держимся чем-то держится вот она чем держится вот здесь вот скопление корней которые как раз в узком пространстве все вот это вот место и заполнили сейчас вот как раз тут и помню опа и отошли так ну что тут все с корнями по моему замечательно все зеленое плохих испорченных даже не вижу давайте еще раз смотрим разве так бывает вот этот просто бледненький но он хорошего тут внутри идет ну что я могу сказать ну я хочу сказать что я здесь ничего больше не буду ковырять с ней все хорошо вот торф стаканчик если только вытащить легко удалился я думала сейчас на чтоб сюда пробраться придется все корни разбирать а тут как-то все само по себе легко доступно и рассыпалась вот этот грунт я не буду выкидывать вы помните мою политику минимального стресса нет это я не выкину вот такой у нас будет красивый новый горшочек сейчас я буду сюда укладывать дренаж так как бы аккуратно аккуратно уголек там вот видите какие-то специальные ножки в этом горшке как будто специально создана для дренажа и сюда как раз положим уголь и керамзит крупный пойдет теперь будем укладывать грунт поэтапно немножко старого грунта немножко нового пусть вся вся микрофлора сохранится теперь ставлю орхидей q и буду все это засыпать так Так, еще одно дело сделано. Вот такая получается у нас посадка. Ее родной грунт, грунт новый. Я надеюсь, что тоже она не заметит никаких изменений. И родная микрофлора быстренько здесь освоится. Вы видели, я весь старый грунт вернула ей на место. Ну а что, кора хорошая. Все там целенькое. Почему бы не вернуть? И я сейчас тоже полью. Потому что грунт совершенно сухой, который новый. Те же самые. Но тут, наверное, сантиметр даже можно налить на дно. Потому что очень высокий дренаж получается. Так что здесь я смело налью побольше. И вот так вот. Ну вот. Какая-то жидкость протекает. Но, кстати, очень она медленно протекает в грунт. Но я больше не буду поливать. Мне кажется, что-то... Я вот чувствую, что и так я много воды налила. Не буду пока что я увеличивать тут уровень водички. Вот этих вот полсантиметрика, наверное, хватит пока что. Ну а там посмотрим. Я же буду наблюдать за растениями. Без внимания я их не оставлю. Тут даже где-то у меня получилось окошечко для подсматривания за корнями. Так что я буду видеть. Сухие они, не сухие. Как они там себя чувствуют? Вот они. Тут теперь все зеленое, все подряд. И корни, и грунт. Надо к этому привыкать. Так, ну я рада, что они у меня теперь без дренажных отверстий. И теперь только я решаю, сколько же воды будет в этой емкости. Мне так с растениями общаться гораздо-гораздо удобнее. А мы сейчас с вами переходим к обзорам. Все вам расскажу, покажу. Пересадочек на сегодня больше не будет. А вот и мое маленькое орхо-царство. И покажу вам азиаточек, на ошибках с которыми я учусь. Это орхидейка Фаленопсис Дастибель. И после пересадки они у меня скинули корни. Вот еще одна орхидеюшка. Это Линнер Фокус. Тоже скинула она у меня корни после пересадки. Вот голова садовая. Кинулась я их сразу пересаживать. Ну как же насмотрелась одного популярного блогера. И он их сразу так пересаживает. Смело меняет им полностью грунт. Ага, насмотрелась. Смотреть-то блогеров надо не одного, а нескольких. И выбирать оттуда самую-самую нужную и правильную информацию. Все-таки слепо верить всяким советчикам нельзя. Но я с ними ситуацию, в общем-то, исправила. В такой вот смеси, как мы сегодня сажали орхидеи, почему-то они жить не захотели. Выпускали корни и сразу их закукливали. Прям ни в какой они у меня жить не хотели в той смеси. А вот в чистом Керамзите у нас успешно развиваются корешочки. Вон, какой красивый, зеленый, сочный, новенький. И я держу их вот так вот чуть-чуть с водичкой. Вода постоянно испаряется. Корни тянутся к воде. Вот такая система. И успешно эти орхидеички наращивают корни. Смотрите, какая тут прелесть. Сейчас покажу. Вот, какой букет корней прекрасный. Самое лучшее зрелище. И вот еще один букет. Они ветвятся, они растут. То же самое. Не захотела она у меня жить в смеси коры с омхом. А вот в чистом Керамзите, пожалуйста, вон прекрасный новый корень. Так что я исправлю свою оплошность. И с этими орхидейками будет все хорошо. Я смотрю, уже еще один листочек зарождается. Вот этот маленький у меня вырос. Вот этот уже побольше. Мы набираемся сил. Корешочки отрастают. И вот еще одна радость. И, кстати, у Дастибель тоже зарождается малюсенький корешочек. Ой, корешочек-листочек. И тоже вот тут сначала маленький, когда у них сил нет. Вот такие листочки выходят. Потом побольше. И я думаю, с каждым разом все больше и больше листочек будет. По мере набора сил орхидейкой. Ладно, все, исправились. Теперь мои реанимашки. В общем, орховод-то я молодой. Ну, как сказать, молодой. Ну, в общем, первая орхидейка у меня появилась полгода назад. Но не могла я пройти мимо вот этого объявления, мимо этой ситуации. В общем, отдавались полудохлые орхидейки по стоимости горшков, в которых они находились, и грунта. То есть, горшки и грунт покупаю, а полудохлые орхидейка в придачу. И, в общем, я их оттуда достала, обработала, лишнее убрала, зачистила. И вот, посмотрите, какая прелесть. Корешочек. У этой орхидейки, кстати, все какое-то необычное. Листья пятнистые. Обратная сторона листов фиолетовые. Кстати, мой листочек уже лезет. И кончики корней тоже фиолетовые. И тут вот он, вот он, такой замечательный корешок. Тоже с розовым каким-то фиолетовым носиком. Еще у нее от шеи идут корешочки. Вон какая красота. Вон, вон. В общем, все замечательно. Реанимация прошла успешно. Теперь наращивать, набираться сил. И, я думаю, когда-нибудь мы с вами увидим ее цветение. Вот еще из той партии реанимашечка. У нее тоже замечательные корни. Они пока до стенок не доросли, потому что они были у нее совсем маленькие. Или даже отсутствовали полностью. По-моему, какой-то малюсенький корешок был. Но, в общем, до стенок ей пока очень далеко. А вот от шеи растет много чего. И тоже она меня этим радует. Вот у нее зачаток нового листочка. Это очень хороший признак. Значит, будем жить, будем развиваться. Вот с этой стороны у нее корешочки. Там еще один проплюнулся. То, что они у меня в белом налете. Это от всяких стимуляторов. Я их обрабатывала янтарной кислотой с аммиаком. И обрабатывала препаратом стимул. В общем, я за них взялась конкретно. И решила во что бы то ни стало воскресить. Так что вот эти вот красотки достались мне полудохлыми. И вот они живут, развиваются, растят корешочки. Есть у меня одна орхидейка, но очень необычная и не похожая на все остальные. Эта орхидея драгоценная, лудизия вельвет. И она имеет бархатистые листочки с вот такими вот переливами на свету. Очень интересная она и необычная. И вот собирается цвести. Очень скоро, возможно, мы с вами увидим, как же цветет вот эта интересная орхидейка. Очень необычная. Обычно мы с вами привыкли, что орхидеи сажаются в мух, в кору. А эта растет в универсальном грунте. Прекрасно растет и развивается. Очень интересное растение. Не требует она никаких флорариумов. Прекрасно растет. Я бы сказала, неприхотливое растение. Так. Ну, вот этих вот двух красоток мы с вами сегодня разглядели со всех сторон во время пересадки. И вот вторая. А вот тут у меня, сейчас подниму камеру. А вот тут у меня две цветуньи. Это, так, сейчас еще поднимусь. Это феррара, которая у меня цветет с зимы. Где-то я ее покупала. Может быть, в январе, где-то зимой. И она у меня была немножечко проблемная. Держателем цветоноса проткнули ей корень. И от корня пошла гниль в основании листочка. Ну, в общем-то, все я у нее зачистила, обработала. Видите, у нее красненькое основание. Отсыпала грунт и досыпала свой керамзит с углем. В общем, такой грунт, который не даст никакому загниванию происходить. Потому что это все содержит либо нейтральный уровень PH, либо щелочной. Что совершенно не способствует развитию болезнетворных бактерий. Почему я активно так использую уголь, уголь в нижней части горшочка. Вот как раз с этой целью. Для предотвращения развития всяких болезнетворных бактерий. И посмотрите, как она рада вот такому грунту. Просто ухватилась за уголь и не отдает. И так, в общем-то, каждый кусочек керамзита. Это все теперь закреплено корнями. В общем, купленная орхидейка с проблемой оказалась у меня самой-самой сильной по корням. Потому что вовремя приняты меры. И, в общем, в горшке у нее тоже творится сплошная красота. Не корешочки, а загляденье. Толстенькие, зелененькие и очень много. И я жду, когда она отцветет. И тоже буду ее пересаживать. Так что, пересадочка Феррара у нас с вами впереди. Посмотрим на ее прекрасные корни. Очень люблю корни орхидеи. Такие здоровые, зеленые. Это просто нечто. И вот на десерт вам оставила свою красотку. Это Фленопсис Интрига. Мой подарочек на Новый год. Вы представляете? На Новый год. И она до сих пор стоит. И не сбросила ни одного листочка. Цветочка. Она их доращивает. Вот этот цветочек новый. Видите, он другого цвета. Он бордовый, а эти фиолетовые уже немножко поменяли цвет. И вот он тоже новый. Он другого цвета. Вот что она творит? Когда она собирается отдыхать? Это просто чудо сорт. Такую орхидейку можно советовать всем. Растет, цветет. Все у нее происходит одновременно. И как долго цветет? Это просто гроздья. Гроздья сирени какие-то. Неугомонные. Каждый цветочек уникальный рисунок. Вот эти разводы какие-то необыкновенные. Как будто брызги в разные стороны разлетаются. Очень я хотела. Какой-то такой узорчатый цветочек. И вот такая орхидейка мне попалась. Конечно, я сразу ее выбрала. Хоть размер цветка у нее небольшой. Но она берет обилие цветения своей мультифлорностью и стойкостью. Очень долго цветет. Видите? Кто-то ценит орхидейки за размер цветочков. А мне вот такие вот качества очень-очень нравятся. Ее стойкость и обильность цветочков. Я уже сбилась со счету. Как-то пыталась их считать. Было более 20. Ну, а так как она их постоянно доращивает и распускает снова. Мне кажется, что мы уже к 30 приближаемся. Вот такая вот у меня живет красота. Цветочков, конечно, все меньше и меньше. Сейчас не сезон для цветения орхидей. Но кое-что, видите, могу вам показать. Следующий обзорчик не знаю, как это буду делать. Потому что орхидей без цветочков не так уж и интересно смотреть. Ну, в общем, когда будет, тогда и будет. О всяких новостях цветочных буду рассказывать. Держать в курсе дела. И если какая пересадочка, то тоже, наверное, вместе с вами. Вот такая вот у меня красота. Все еще цветет. А мы с вами на сегодня закругляемся. Всех благодарю за внимание, за вашу дружбу. Просмотры и лайки. И пока-пока. До скорых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok